Что происходит в регионе, расскажем прямо сейчас в студии Анны Рязанова. Добрый день. В Красноборском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – всрыве кормозаготовительной компании. Подобная ситуация наблюдается во многих южных районах области. Из-за обильных дождей на полях до сих пор стоит вода. Неблагоприятные погодные условия значительно сдвинули сроки заготовки сена и силосом. Поэтому теперь в сельхозхозяйствах области работают практически круглосуточно. Пока лучше всех идут дела в Холмогорском племзаводе. Там кормозаготовительную компанию ведут уже две недели. Чего не скажешь про остальные районы региона. По словам специалистов областного министерства агропромышленного комплекса и торговли, переувлажнение почвы угрожает полным срывом выполнения плана по заготовке кормов для скота практически во всех районах Поморья. Автоинспекторам вернули право останавливать машины вне стационарных постов. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Теперь сотрудникам ГИБДД разрешено останавливать автотранспорт в любом месте. Не только за допущенное водителем нарушение, но и для проверки удостоверений личности тех паспортов и документов на транспортное средство. Ранее они могли это сделать только на стационарных постах ДПС. Также из-за роста числа аварий с участием пассажирского транспорта в МВД разрешили останавливать пассажирские автобусы, в том числе заказные. А в августе по всей стране проверят и парк школьных автобусов. В региональном ГИБДД все изменения пока не комментируют, ждут соответствующих документов. Готовятся к новому учебному году не только сотрудники ГИБДД. Школы региона активно ремонтируются, фонды библиотек пополняются новыми учебниками и литературой. Вся она соответствует федеральным стандартам и, главное, тем требованиям, которые сами дети предъявляют к учебникам. Они уже готовы разместиться в школьных ранцах. Свыше тысячи новеньких учебников получила первая архангельская школа. Выдавать ребятам их будут бесплатно в рамках государственного образовательного стандарта. Пятый класс у нас уже работает, третий год будет по новым учебникам, вот именно со значком в ГОС. Шестой класс, второй год, семиклассники, они вот первый год будут работать по этим новым учебникам. Особая забота об учениках начальных классов. Учебники в мягком переплете. Один не тяжелее пенала. Поэтому даже если у третиклассника пять уроков в день, то багаж знаний, то есть ранец, не будет тяготить и по дороге в школу и обратно домой. Издательство выпускающих школьные учебники сегодня в стране пять. Вся литература промаркирована специальным знаком качества. Он означает соответствие федеральному стандарту. К первому сентября в школы области поступит 325 тысяч новых учебников. Это потребность Архангельской области, всех учреждений. Я отмечу, что 225 тысяч школьников сядут за парты 1 сентября. Естественно, все они должны 100% быть обеспечены бесплатными учебниками. Поставки осуществлены сегодня уже на 70% от всего нашего заказа. Расходы несет региональный бюджет. В этом году для покупки учебников выделено 120 миллионов рублей. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Более двух тысяч с половиной семей в Архангельской области получили сертификаты на материнский капитал с начала этого года. В России программа материнского капитала действует уже 10 лет. За это время только в нашем регионе выдано 65 тысяч сертификатов. Большинство семей потратили их на улучшение жилищных условий, образование детей и на накопительную пенсию мамы. Сегодня размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Чтобы его получить, нужно подать заявление в пенсионный фонд или во многофункциональный центр. В областном центре готовятся к празднованию Дня военно-морского флота и 75-летию Соловецкой школы ЮНК. Программа торжественных мероприятий обещает быть насыщенной и интересной. Об этом сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции. Уже 28 июля жители и гости областной столицы примут участие в торжественном митинге у казарм флотского экипажа в Соломболе, где в 1942 году сформировался первый набор в Соловецкую школу ЮНК. Ярким моментом праздника станет передача элементов формы юнгашей в Северном музее. Там же откроется выставка юнги огненных лет. На празднование юбилейной даты в Архангельск приедут юнги первых выпусков Соловецкой школы. Подтвердили на сегодня возможность и желание приехать. 19 человек, это непосредственные ветераны, выпускники школы Соловецких юнг, они приедут с разных регионов нашей страны. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Ленинградская область, Вердловская область, Пермский край и даже человек из Латвии приедут. Ярким событием Дня военно-морского флота станет фестиваль народных оркестров «Дирекцион Норт», который состоится 29 июля на площади перед Театром драмы. Приедут 8 коллективов, из которых 2 впервые посетят наш город. Это военный оркестр из Владимира и военный оркестр из Сыктывкара, а также из Онеги. Еще будут оркестры из Котласа, из Архангельска. 30 июля на рейде Северной Двины пройдет военно-морской парад надводных кораблей. На площади мира состоится праздничный концерт. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ Центр. До встречи!